Приветствуем, братья и сестры! Слава Богу за этот прекрасный вечер, за прекрасное песнопение, за слово, которое мы сегодня слышали. Я сегодня тоже вместе с вами хотел поразмышлять над одним местом. Это интересный такой псалом. Каждый стих из этого псалма имеет какое-то прямое отношение к детям Божьим. Я сегодня хотел из этого псалма самый последний стих, но когда дома прочитывал, прочитывал этот псалом, размышлял о нем, то решил сегодня остановиться на восьмом стихе. Псалом 15, 8 стих, 9, прочитаем. Псалом 15, 8 стих и 9. «Всегда видел я пред собою Господа, ибо надесную меня, не поколеблюсь. Оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокаивается в уповании». Братья и сестры, здесь Давид в своем псалме говорит, «Всегда я видел пред собою Господа». «Видим ли мы в своей жизни Господа?» Я когда размышлял об этом и назвал свое размышление «учиться видеть Господа». Знаете, Давид был особый человек, который любил Бога. Он говорит такие слова, что «Всегда я видел пред собою Господа». Смотря на его жизнь, на его биографию, братья и сестры, то мы можем найти, что Бог особо любил Давида. И когда читаешь просто повествование о Давиде, и написано, «И помогал Господь Давиду везде, куда он не ходил». Одно место, говорит, это 2-й Липопинон, 18-й глава, 6-й стих, половина второго, вот это полустишье. А в 13-м стихе он говорит, «Господь помогал Давиду везде, куда он не ходил». Смотрите, два раз напоминается это место, что Господь был вокруг Давида, Он благословлял его. Знаете, другой момент. Мы можем смотреть, когда Давид приносил жертву Господу, написано, «Он принес жертву Господу», и когда он принес эту жертву, Господь принял молитву Давида и жертву, и написано, что огонь с неба сошел. Вот если сегодня мы молились, и огонь сошел по молитве нашей, как в первой церкви. Помните, какое было единодушие, что место поголебалось. Знаете, в жизни Давида много было таких моментов, когда Бог действительно, ну, невидим был, но чувствовалось присутствие Господа, когда Он только стал царем, и когда Господь, когда Он вышел против филистимлян, одержал первую победу, филистимляне опять пришли, и вот Господь говорит, «Не ходи, как ты делал первый раз, что нужно?» Говорит, как бы идущего вот этого ветра по верхушкам деревьев, как бы шаги вот этого ветра, вот тогда иди. Он слышал, ощущал, Он видел присутствие Бога, вот этот огонь. Знаете, Он знал Господа, всегда я видел предсогой Господа. Знаете, Бога, Он видел не только вот в таких вот случаях, Он Бога видел и тогда, когда Бог поражал Его Сына за Его беззаконие. Он видел Бога тогда, когда Он не взыскал так, как положено, как Господь поразил Озу. Он видел Господа. Он видел Господа тогда, когда Его злословили люди таким тяжким засловием, и к другим непонятно в это было, а Он говорит, «Это Господь повелел». Знаете, это был особый человек, который видел Господа вокруг себя. Знаете, это прекрасно, видеть Господа. Знаете, это прекрасное состояние, когда Господь сопровождает Божьего человека. Я думаю, что каждый испытал в своей жизни что-то подобное, но не так, конечно, как Давид. Поэтому и Его слова, «Всегда я видел пред Собою Господа». Знаете, многие переводы английские именно звучат точно так же. Еврейский перевод, он немножко говорит по-другому, и тоже он по своему смыслу очень оригинальный, этот стих, он звучит так, «I always set Adonai before me». То есть, помещал Бога впереди себя. Поставить Бога, знаете, поставить Бога и видеть Бога впереди своей жизни, впереди своих планов. Это прекрасный стих, он тоже мне понравился, этот перевод Библии, еврейского языка. Знаете, поэтому, братья и сестры, кто живет по духу, он всегда будет замечать, замечать Господа. Знаете, необходима вот эта практика видеть в своей жизни Господа, видеть Господа. Это прекрасная, прекрасная, ну, жизнь созерцать Господа. Это центр наших мыслей, это центр нашей жизни видеть Господа, знаете, размышлять о Господе, потому что написано, «Живущий по плоти о плоском помышляет, о живущей по духу, о духовном». Вы знаете, ну, честно сказать, нелегко размышлять всегда по духовному, потому что наши мысли рано или поздно они приключаются на эту суету земную, и поэтому нужно всегда бодрствовать, потому что и противник, дьявол, он приключает наши мысли с Господа на это земное, потому что наши мысли должны сосредоточиться на Господа, на Господе. Он есть Альфа и Омега, начало и конец, все от Него и к Нему. Всегда я видел пред Собою Господа. Поэтому он говорит, я не поколеблюсь, не поколеблюсь. Почему? Потому что основание положено в Господе, братья и сестры, основание в Господе. Тот человек, который мыслит о Боге, размышляет о Боге, Бог благословляет его. Знаете, мне всегда нравится, когда я читаю Слово Божие, я всегда читаю Псалом и потом читаю из Нового Завета. И поэтому Давид в своих Псалмах, он воспевает Господа и говорит, Господь, свет мой, и спасение мое. Кого мне бояться? Господь, крепость жизни моей. Кого мне страшиться? Если будут наступать, это Псалом 26, 2 стих, если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои, чтобы пожрать плоть мою, но они сами приткнутся и падут. Дальше, если ополчится против меня полк, не убоится сердце мое, если восстанет на меня война, и тогда буду надеяться. Какие прекрасные слова это человек, который знал этого живого Бога. Пятым стихом он говорит, ибо он укрыл бы меня в скинии своей, в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу. Какой прекрасный дух этого человека Божьего, он знал, он видел Господа, он знал, откуда приходит эта защита. И в одном из столмов говорит, даже если я пойду долиной смерти, то есть смерть вокруг тебя ополчается. Знаете, каждый человек боится этой смерти. И не надо говорить, каждый человек боится этой смерти. Как это возможно, если пойду долиной смерти и не убоюсь зла? А почему? А потому что ты со мною. Он чувствует, он видит присутствие охрану и заботу Божью, потому что ты со мной. Какие-то сильные слова. Твой жезл и твой посох они успокаивают меня. Это особое благословение. Вот читай эти слова, которые зажигают твое сердце. Вы знаете, наверное, историю пути Павла, когда он ехал в Рим, был в цепях, и вот случилась буря на корабле. Корабль попал в шторм, как сегодня вот этот Харикин пришел. Эти были сильные волны. и такой сильные, что им даже было некогда покушать. Написано, что они 14 дней не вкушали пищи. Каждый переживал за свою жизнь. Я думаю, что это неприятное состояние оказаться в море, когда ночь, шторм и волны огромные. Это такой ужас приходит на тебя оказаться среди этих волн. Шторм, ветер, дождь, знаете, бессилие сознавая то, что ты ничего не сможешь сделать. И вот этот человек, знаете, он нашел силу в своем Господе. Знаете, он видел Господа. Апостол Павел, это был особый человек, знаете, среди этих неудач. Тогда, когда уже согласились убить его воины, говорит, давайте мы убьем всех узников, чтобы никто не убежал, когда корабль уже их затонул, приближаясь к берегу. Павла это не смущало, он знал обетование Божие, когда мы читаем Деяние Апостола, 27 глава, 24 стихом, он говорит, не бойся, когда явился ангел, говорит, не бойся, Павел, тебе должно предстать предкесаря, посему, вот Павел уже говорит, ободритесь мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Он видел Господа, ангел Господний пришел и укрепил его, и вот его одно присутствие, знаете, оно принесло жизнь этим людям, которых было так много, 260 там с лишним человек на этом корабле, и вот его слово от Бога для этих людей принесло жизнь, он сказал, что ангел явился, что вы не погибнете один корабль, люди ободрились, что они не погибнут, это благословение, знать этого чудного Бога, который знал апостол Павел, почему, потому что его взор был сосредоточен на нем, он поместил всю свою жизнь в Боге, и поэтому было особое благословение всегда там, где был Павел, то ли это была церковь, то это был просто один человек верующий, или вот эти неверующие люди, он принес им вот эту жизнь для их сердец, он видел Господа, когда мы так живем, Божия безопасность сопровождает нас, Божие руководство и охрана сопровождает детей Божии, как это приятно, как и Давид, Давид говорит, я видел всегда пред собой Господа, его мысли были сосредоточены в нем, тогда, когда он воспевал Господа, воспевал ли среди Дома Божия, среди братьев таких, как он, любил прославлять Бога, Бог благословлял его, знаете, апостол Павел в одном из своих посланников в Риме сказал, 13 главе, 5 стихом, он сказал слова Господа, что не оставлю тебя и не покину, вот это Божие присутствие, оно всегда сопровождает детей Божьих, 24 часа в сутки Божие присутствие, иногда кажется, как некогда казалось и Иову, что Бог забыл его, но Бог наблюдал, чтобы впоследствии через Иова и видеть благословение всем поколениям, поэтому не оставлю тебя и не покину, какие тебе чудные слова, мысли наши должны сосредоточиться в Боге. Сегодня мы имели такое благословенное собрание, слово, которое звучало, и одни люди наслаждаются словом, принимают его, а другие, они, знаете, как будто отключились, их мысли в другом месте, они чем-то занимаются другим, то есть живущий по плоти, он мыслит о другом, его мысли не сосредоточены в Господе, пока Господь не коснется его, как и было у одного благословенного человека, который уходил, убегал от своего брата, как в прошлый раз я говорил, и когда он лег спать, когда читал 28 глава Бытье, 16 стихом, Яков пробудился от сна своего и сказал, истинно Господь присутствует на месте всем, а я не знал. В чем причина? Он не знал, что Бог присутствует там, да, он не знал, он знал о рассказах дедушки, о рассказах отца, какое благословение они испытали в своей жизни, когда они пошли за Господом, но он жил такой вот плоской жизнью, ему хотелось взять побольше, и поэтому проблемы с братом своим были, а теперь он убегал, и когда он убегал, застала ночь, когда темно, идти невозможно, устал, взял под камень, положил под голову камень и заснул, и что же произошло, что он вдруг узнал, что Господь на этом месте, а произошло то, и увидел во сне, вот лестница, это Бытье, 28 глава, 12 стихом, стоит на земле, а верх ее касается небо, и вот ангелы Божии восходят и нисходят по ней, и вот Господь станет на ней и говорит, «Я Господь, Бог Авраама, отца твоего, и Бог Исаака, землю, на которой ты лежишь, я дам тебе и потомству твоему, и будет потомство твое, как песок земной, и распространишься к морю, к востоку, и к северу, и к полудню, и благословляться в тебе, и в семени твоем, все племена земные, и вот я с тобою и сохраню тебя везде, куда ты не пойдешь, и возвращу тебя всю землю, ибо я не оставлю тебя, доколе не исполню того, что я сказал». Какие-то чудные обетования Божьи для этого человека, который еще не знал его. Он слышал только по рассказам своего отца и дедушки, а теперь он увидел вот эту великую руку Божию, и сам Бог проговорил к нему. А он так жил этой плотской жизнью, и он сказал, «Истина, Господь присутствует на всем месте, а я не знал». Незнание, незнание. Самуил тоже когда-то не знал глаза Господа, а потом он узнал, когда его научили. Теперь он узнал, что действительно этот Бог живой и готов благословить его, и он послал бы свои благословения, но теперь только начинать нужно сначала, чтобы пожать то, что он посеял уже в своей жизни, и потом он уже станет уже не Иаков-обманщик, а Израиль, князь Божий, когда он узнает и станет, полюбит Господа крепко. Еще одна история, которую мы часто слышим, это написано в книге «Царств», 4 глава, 6 главе, 14 стиха и ниже. Там говорится об одном благословенном человеке, Елисей, который был святой этот человек Божий. Он много принес благословения для своего народа. Он был ученик Ильи, и он пошел за Господом, оставил все, и он стал действительно этот благословенным пророком в Израиле. И помните, когда прислал царь сирийский, чтобы захватить его, чтобы расправиться с ним, чтобы не было больше напрасных своих планов, которые он строил, а у него не получались. И он прислал туда свои колесницы. И вот эти колесницы окружили этот город. И что произошло? Мы читаем в 15 стихе. «Поутру служитель человека Божия встал и вышел, и вот войско вокруг города, и кони, и колесницы, и сказал ему слуга его, «Увы, господин мой, что нам делать?» Смотрите, реакция одного человека, а какая другая реакция? И сказал он, то есть человек Божий, «Не бойся, потому что тех, которые с нами больше, нежели тех, которые с ними». 17 стих. И молился Елисей и говорил, «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». И открыл Господь глаза слуге. И он увидел. И вот вся гора наполнена конями и колесницами огнаниной кругом Елисея. И когда пошли к нему сириане, Елисей помолился Господу и сказал, «Порази их слепотою». И он поразил их слепотою. Какая-то чудная история. Один человек в тревоге, а другой спокоен. Один видит Господа, другой видит обстоятельства, которые сложились. Знаете, слово, вот от слуга, его звали Геезий. Вы знаете, как это имя переводится? «Низкое зрение». Интересное имя. «Низкое зрение». Он смотрел вниз, и он видел совсем другое. Пророк Божий, он видел небеса, он видел Бога, он видел Божию защиту. И поэтому он был спокоен. А этот человек смотрел низко. И как хотелось, чтобы мы смотрели выше, туда, откуда приходит помощь моя. Опять же, Давид вот эти слова говорит, «Помощь моя от Господа, сотворившего небо». Поднимать наши глаза к горам, откуда придет помощь, чтобы не было вот это низкое наше зрение, чтобы наше зрение, оно уносилось к тому, откуда приходит помощь наша. Еще Господь дал нам одного советника, Духа Святого, который учит нас созерцать Господню красоту, созерцать красоту Божию в Слове Его, который наставляет нас, помогает нам, который обличает нас, указывает нам путь к небесной отчизне. Дух Святой, Он сегодня дан Господом, когда Господь уходил для верующих детей. Он сегодня живет в моем сердце и в вашем сердце, когда мы, то есть сосредотачиваем жизнь на Господе. Он учит, Он окружает нас, Он обводит нас от всех трудностей, которые встречает. Он говорит нам, и как хотелось, чтобы мы не огорчали Духа Божия в нашей жизни, учиться созерцать Господа. Знаете, мы учимся созерцать Господа в храме. Сегодня Господь учил нас через Слово, чтобы мы были благодарны, благодарили Господа, замечать все милости. И поэтому, как хотелось, в Доме Божьем мы видим Господа, Его видим через Слово. И когда мы читаем 121-й Псалом, возрадовался я, когда сказали мне, пойду в Дом Господен, пойдем в Дом Господен. Это радость, находиться в Доме. И Давид это сознавал. Он видел там Господа. Почему? Потому что во храме Его, Псалом 29-й, 9-м стихом, 2-й полостишня, и во храме Его все возвещает о Его славе, о Его могуществе. Это присутствие Бога. Помните, когда Соломон освещал храм, Господь сошел Духом Божьим. Они увидели облако, огонь зашел Божий. Это присутствует там Бог. И Бог сопровождал народ свой, выводя из Египта. Вот этот столб облачный, Его охрана и защита сопровождала народ Божий. И знаете, иногда, когда вот сегодня брат Григорий говорил, знаете, Бога можно видеть в окружающей среде, в природе. Я помню, когда мы учились в школе, учительница говорила, ты никогда не увидишь красоту природы. Так, мимо прочим, пробегая или в занятости своей, проходя, размышляя, несмотря на окружающую природу, когда ты ляжешь, вот даже в траве, ты услышишь вот эти звуки кузнечиков, зеленой травки. Она учила видеть вот красоту природы. И действительно, Иов говорит, побеседуй с землею, она наставит тебя. Во всем виден Господь, братья и сестры. И когда вот верующие люди познали Его и не заботятся иметь в разуме Бога, что Он творец, возблагодарить Его, поклоняться Ему, наши мысли сосредотачивать в Нем, знаете, они мыслят только о земном. Их слава в сраме. И смотрите, римлянам первая глава, просто 28-го я пропускаю эти стихи, 28-м стихом там написано об этих людях. И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство, так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнение зависти, убийства, распри, обмана, злонравия. И там перечисляется еще штук 15 таких грехов, когда люди отказались иметь в разуме Бога. То есть не помещают свои мысли в Боги. И приходит такой страшный конец. И поэтому, когда читаем Слове Божьем, Слово Божие говорит, смотрите, Филиппистам 4-я глава, 8-м стихом, «Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что любезно, что достославно, что только добродетель, что похвала, о том помышляйте, вот направить наши мысли на Господа, поместить Господа в центре нашей жизни и мыслей, о том помышляйте, помышляйте, и Господь благословит нас». Или в Римлян, 12-я глава, 2-м стихом, «И не сообразуйтесь с веком с ним, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная, преобразаться обновлением ума нашего». Братья и сестры, это тоже важно, чтобы познавать, в чем заключается воля Божия. Сам Господь Иисус не искал своей воли. Когда мы читаем Иоанна, 5-я глава, 17-й стих и 19-й, Иисус говорил им, «Отец Мой до ныне делает, и Я делаю». Он видел Отца, братья и сестры, 19-й стих. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же. Он подражал Отцу Небесному, сегодня мы подражаем Господу Иисусу и тем, которые полюбили Его, как Давид и как апостол Павел. И поэтому сегодня я бы хотел обратить наше внимание, еще раз вот этот повторить стих, 15-й, Псалом, 8-м стихом, «Всегда я видел пред Собою Господа, Он одеснует меня, не поколеблюсь». И поэтому человек такой никогда не поколеблется, потому что он видит в своей жизни, он помещает в своих мыслях Господа, и поэтому вот это благословение сопровождает Божьего человека. Псалом 26-й, 4-й стих, «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей и созерцать красоту Господню». Созерцать Господа и красоту Господня. Пусть Господь сегодня поможет нам видеть Господа тогда, когда мы читаем Слово Божие, видеть Господа тогда, когда мы приходим в Дом Божий, когда вот это звучит слово, видеть Господа, размышлять Его. В нашей жизни, как сказал «видеть Господа Давид», или как вот это еврейский перевод, «I always said Adonai before me». Всегда помещать вот этого Господа в своих мыслях, в своих делах. Пусть Бог благословит, и эта мысль останется сегодня в наших сердцах. Всегда я видел пред Собою Господа, ибо Он одесну и меня не поколеблюсь. И последствия оттого возрадовалось сердце мое, и возвеселился «Язык мой». Присутствие Божие Он несет радость и утешение нашим душам. Да будет имя Господне благословенно. Аминь. Помолимся. Продолжение следует... Продолжение следует...